Беседа сказана о Великой Седмице, о том, почему эта Седмица, страстная, называется Великою, и на словах «Хвали душа моя Господа» и о тем нищем страже, упоминаемом в деяниях. Мы совершили плавание поста, и по благодати Божией достигли наконец пристани. Но не будем беспечными, потому что мы достигли пристани. А напротив, потому что мы достигли конца, будем еще более ревностными. Так поступает и кормчие. Когда они готовятся ввести в устье пристани корабль с грузом, наполненный доверху пшеницей и другими товарами, то бывают особенно деятельными и осторожными, чтобы корабль после долгого плавания не разбился здесь, а какую-нибудь скалу и не потопил всех товаров. Так и мы теперь должны быть особенно деятельными и осмотрительными, чтобы при конце не лишиться воздаяния за труды. Потому нам и нужно усилить ревность. Так поступают и бегающие на ресталищах. Когда они видят, что они уже недалеко от места наград, тогда особенно ускоряют бег свой. Так и борцы, когда после многих усилий борьбы и многократных побед приближаются к венцам, тогда особенно ободряются и напрягают свои силы. То же самое сделаем теперь и мы. Что для кормчего пристань, для бегающих место наград и для борцов венцы, то для нас настоящая седмица начаток благ и приближения к венцам. Потому и мы называем ее великою, не потому, чтобы дни ее были продолжительнее всех других. Напротив, есть другие дни продолжительные. И не потому, чтобы в ней было числом больше дней, а неравны прочим. Но потому, что в эту седмицу Господь совершил для нас великие дела. Во время этой великой седмицы низложена давняя власть дьявола. Попрана смерть. Связан крепкий, расхищены сосуды его. Умерщлен грех. Разрешена клятва. Открыт рай. Доступным взялось небо. Люди соединились с ангелами. Разрушено средостение ограды. Снято покрывало. Бог мира умиротворил горнее и земное. Потому она и называется Великой Седмицей. И как она и есть глава других седмиц, так для ней глава Великая Суббота. Что в теле глава, то в седмице Суббота. Потому в это время многие усиливают свою ревность. Одни увеличивают пост, другие – священное бдение, иные умножают милостыни, свидетельствуя такой ревностью к добрым делам и усиленным благочестием жизни, о величии благодеяния, оказанного нам Богом. Как в то время, когда Господь воскресил Лазаря, вышли к нему навстречу все жители Иерусалима, и своей многочисленностью свидетельствовали, что он воскресил мертвого, а усердие вышедших и служило доказательством чуда, так точно и теперь усердное почитание этой Великой Седмицы служит знаком и доказательством величия совершенных во время ее дел. Ныне мы, не из одного города и не из Иерусалима, только выходим навстречу Христу. Но со всей вселенной бесчисленные церкви везде выходят навстречу Иисусу, не пальмовые ветви держа в руках и потрясая, но принося Владыке Христу милостыню, человеколюбие, добродетель, пост, слезы, молитвы, бдение и всякое благочестие. И не мы только почитаем эту Седмицу, но и цари нашей вселенной почитают ее необыкновенным образом, давая отдохновение всем занимающимся общественными делами, чтобы они, пользуясь свободой от занятий, усердно проводили все эти дни в духовном служении. Для того они и затворили теперь двери судилищ. Пусть прекратятся, говорят они, всякого рода тяжбы, ссоры и наказания. Пусть несколько отдохнут руки палачей. Дела Господа совершены для всех вообще. Пусть же и от нас, рабов, будет какое-нибудь добро. И не только такой ревности и усердиям они почтили ее, но и другим, не меньшим образом. В это время рассылаются царские указы, которыми повелевается освободить от ус заключенных в темнице. Как Господь наш, сошедший во ад, освободил всех, которые были содержимы смертью, так точно и рабы, делая посильнее для них и подражая человеколюбию Господа, освобождает людей от чувственных ус, не имея сил освобождать от ус духовных. 582. И мы почитаем эту седмицу. И я вышел с вами, представляя вместе пальмовых ветвей слово назидание, повергая две лепты, подобно вдовице. Все выходили с пальмовыми ветвями, восклицали и говорили, «Асана Вышних, благословен грядущий во имя Господне!» Выйдем и мы, и вместо пальмовых ветвей представим цветущие души. Будем восклицать, как пели сегодня, «Хвали душа моя Господа, восхвалю Господа в жизни!» И те слова принадлежат Давиду, и эти, или лучшие те, и другие принадлежат не Давиду, «О благодати духа». Произносил их пророк. Но языком его двигал утешитель. Потому он и сказал, «Язык мой, трость скорописца!» Как трость пишет не сама собой, но по распоряжению движущей ей руки, так точно язык пророков говорил не сам собою, а по благодати Божией. Но для чего он не просто сказал, «Язык мой, трость скорописца!» Чтобы ты знал, что у них мудрость духовная, и потому в ней великая легкость и великая быстрота. Люди, говоря сами от себя, составляют речь, соображают, медлят, тратят много времени, а там слова текли, как из источника, не встречали никакого препятствия, и даже быстрота языка преодолевалась приливом мыслей. Поэтому он и сказал, «Язык мой, трость скорописца!» Внутри нас, говорит, кипят обильные потоки, и потому они вытекают с великой скоростью. Нам не нужно ни соображений, ни усилий и трудов. Впрочем, посмотрим, что говорит он в словах. «Хвали душа моя Господа!» Эти слова мы поем теперь вместе с Давидом, потому что, хотя он не присутствует с нами телом, но присутствует духом. А что праведники действительно присутствуют и поют вместе с нами, об этом послушай, как Авраам говорит богатому, когда богатый сказал, пошли Лазаря, чтобы мои братья, узнав о мучениях в Аде, исправились, он отвечает, у них есть Моисей и пророки. Хотя Моисей и все пророки уже давно умерли телом, но их имели они в Писаниях. Если ты, поставив бездушное изображение своего сына или друга, думаешь, что сам умерший присутствует при тебе, и воображаешь его посредством этого бездушного изображения, то тем более мы через Божественное Писание наслаждаемся присутствием святых, имея в нем изображение не тел, но душ их, потому что изречение их – суть изображения душ их. Ты хочешь убедиться, точно ли праведники живут и присутствуют? Никто не призывает мертвых во свидетели, а Христос призывает их во свидетели своего Божества и прежде всего самого Давида, чтобы научить тебя, что он жив. Когда иудеи недоумевали о нем, он сказал им, что думаете вы о Христе, чей он сын? Они отвечали ему – Давида. Говорит им, как же Давид духом называет, Господом его, говоря, и сказал Господь Господу моему, сидя, деснуй меня. Видишь ли, что Давид жив? Если бы он не был жив, то Христос не представил бы его свидетелем Божества своего. Притом не сказал, как Давид, исполненный духом, Господом называет его. Называл, но называет, чтобы показать, что он и теперь присутствует и говорит через Писание. Давид некогда пел псалмы, и мы теперь поем их вместе с Давидом. Он имел псалтырь с бездушными струнами, и церковь имеет псалтирь, устроенный из струн одушевленных. Наши языки суть струны этой псалтири, которые издают хотя различные звуки, но согласное благочестие. Жены и мужи, старцы и юноши, хотя отличаются друг от друга по возрасту, но не отличаются по псалмопению. Потому что дух, настраивая голос каждого, производит во всех одно согласное пение, как объяснил и сам Давид, призывая всякий возраст и всякий пол к этому согласному пению. Все дышащее говорит, да хвалит Господа. Хвали душа моя, Господа. Почему он оставил тело? Почему не говорит ничего телу? Не разделяет ли он живое существо на две части? Нет. Но он наперед побуждает распорядительницу. А что он не отделял тело от души, послушай, как он говорит в другом месте. Боже, Боже мой! К тебе утром жаждет душа моя. Плоть моя восторгается к тебе. Но скажешь, покажи мне, где он призывает и тело к псалмопению. Так он говорит, благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя, имя святое его. Видишь ли, как и тело участвует в стройном пении? Что значит вся внутренность моя, имя святое его? Нервы, говорит, кости, вены, артерии и все внутренности. 584. Но как внутренности наши могут благословлять Бога, когда они не имеют голоса, не имеют уст, не имеют языка? Душа может делать это. Но как могут внутренности, не имея ни голоса, ни языка, ни уст, благословлять Бога? Так же, как небеса поведают славу Божию. Как небеса, хотя не имеют языка, уст и губ, но красотой своего вида изумляет зрителей, побуждает их своим дивным устройством возносить хвалу Создателю, так и в наших внутренностях. Если ты представишь все, если рассмотришь разнообразие их свойств, деятельности, силы, согласия, устроиться, положение, числа, стройности, то произнесешь слова пророка. Как возвеличились дела Твои, Господи, все премудростью сотворил. Видишь ли, как внутренности благословляет Бога без голоса, уст и языка? Для чего же пророк говорит только душе? Для того, чтобы она не рассеивалась, когда говорит язык, как часто случается с нами во время молитвы и песнопений, для того, чтобы с той и другой стороны было согласие. Если ты, молясь, не слушаешь слов Божиих, то как Бог услышит Твою молитву? Таким образом, когда он говорит «Хвали душа моя Господа», то выражает следующее «Пусть молитвы будут возносимы внутри, из глубины сердца, поэтому и Павел говорит «Воспою, духом буду петь и умом». Душа есть некоторый отличный музыкант, есть художник, а тело есть орудие, заменяющее псалтир, плейту и лиру. Другие музыканты не всегда бывают со всеми своими инструментами, но то берут их, то оставляют, они не постоянно играют и потому не всегда носят в руках инструменты. А тебе Бог хотел внушить, что ты должен непрестанно хвалить и благословлять Его, и для того соединил в тебе навсегда орудие с художником. А что нужно благословлять Бога непрестанно, о том послушай, как говорит апостол. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Так как молиться должно непрестанно, то и орудие находится постоянно при художнике. Хвали душа моя Господа, это произнес прежде Давид одним своим языком, а ныне, после кончины своей, он говорит это бесчисленным множеством языков, не у нас только, но и по всей вселенной. Видишь ли, что он не мертв, но жив. Как может называться мертвым тот, кто имеет столько языков и говорит столькими устами? Поистине великое дело хвала Богу. Она очищает нашу душу и производит в нас великое благоговение. Хочешь ли знать, какая сила в песнопениях Богу? Три отрока воспевая их, погасили вавилонскую печь. Или лучше, не погасили, но гораздо удивительнее. Разожженный пламень попрали ногами, как грязь. Это песнопение, проникнув в темницу с Павлом, разрешило узы, отворило двери темницы, поколебало основание, поразило великим ужасом темничного стража. В полночь, говорит писание, Павел и сила пели Богу, воспевая. Что же случилось потом? Совершенно необыкновенное и дивное дело. Узы разрешились, связанные связали несвязанных. Узы по своему свойству крепко держат связанного и не дают ему свободы. А здесь несвязанный страж темницы пришел и пал к ногам связанного Павла. Вещественные узы по свойству своему таковы, что удерживает связанного. А узы Христова имеет такую силу, что несвязанных покоряет связанным. Страж вверг их внутрь темницы, а они, находясь внутри, отворили внешние двери. Он заключил ноги их в колоду, но связанные ноги их разрешили руки других. Потом, говорит писание, страж припал к ним в страхе и трепете, с воплем, беспокойством и слезами. Что же случилось? Не ты ли сам связал их? Не ты ли стерег их в заключении? Но удивительно ли, что эта сила отворила темницу, когда она имеет возможность отверзать небеса? Что свяжете и на земле, сказал Господь, будет связано на небесах. И что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Матфея 18, 18. Она разрешает узы грехов. Удивительно ли, что она разрешила узы железные? Она разрешает узы бесовские и освобождает души, связанные ими. Удивительно ли, что она разрешила цепи узников? И посмотри, на двоякое чудо она разрешила и в то же время связала. Разрешила узы и связала сердце узников, так как они не знали, что были свободны. Она отворила и в то же время заключила. Отворила двери темницы и заключила глаза сердца узников. Так что они не видели отворенных дверей, чтобы, воспользовавшись свободою, не обратились в бегство. Видишь ли, как она связывает и разрешает, отверзает и заключает. 586. Это происходило ночью для того, чтобы событие совершилось без шума и без всякого смятения. Апостолы ничего не делали на показ ищи славе. Начальник имничной стражи пал к ногам Павла. Что же, Павел, ты видел чудо его, видел необычайные дела его. Посмотри же на его попечение. Посмотри на его человеколюбие. Возгласил, говорит, Писание Павел и сказал, ничего не делай себе злого, ибо все мы здесь. Того, кто жестоко связал его, он не допустил тяжко погибнуть. Он не помнил зла. Все, говорит, мы здесь. Посмотри на его смирение. Он не сказал, эти чудеса сотворил я. Но что, все мы здесь. Павел сравнил себя с лузниками. Увидя случившееся, страж удивился. Был поражен чудом и благодарил Бога. Поистине он был достоин попечения и снисхождения. Он не приписал случившегося волшебству. Почему же он не подумал, что случившееся дело волшебства? Потому что слышал, как они славили Бога. А волшебник никогда не славит Бога. Он встречал многих волшебников, так как был темничным стражем. Но никто из них никогда не совершал такого дела, не разрешал уз, не оказывал такого попечения. Павел хотел остаться связанным, а не бежать, чтобы избавить его от смерти. Тот сбежал с мечом в руках и со светильником, потому что дьявол хотел через убийство лишить его покаяния. Но Павел громким возгласом быстро доставил спасение душе его. Он не просто сказал, но возопил громким голосом, говоря, все мы здесь. Страж удивился такому попечению. Несвязанный припал к связанному и что сказал? Господи, что мне делать, чтобы спастись? Как ты связал их и сам затруднение? Ты заключил их в колоду, и у них ищешь средства к покаянию и спасению? Видишь ли его пламенное усердие? Видишь ли ревность? Он не медлил и, избавившись от страха, не оставил доброго дела, но тотчас приступил к спасению своей души. Была ночь и даже полночь, но он не сказал, подождем, пусть настанет день, а тотчас приступил к спасению. Велик этот муж, — говорил он, — выше человеческой природы. Я видел чудное дело его, удивляясь в человеколюбии его. Потерпев от меня бесчисленное множество зол, находясь в крайних обстоятельствах, потом овладев мною, который связал его и имея возможность погубить меня, он не только не сделал ничего такого, но когда я сам намеревался убить себя и пронзить мечом свое горло, он удержал меня. Поэтому с убеждением сказал, — господа, что подобает мне делать, чтобы спастись? Так не чудеса только привлекали к апостолам верующих, но еще прежде чудес — жизнь их. Потому и Христос сказал, — так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Матфея 5.16 Видишь ли пламенную ревность темничного стража, посмотри на ревность Павла. Он не медлил и не оставил его без внимания, но, находясь в узах, в колоде, в ранах, тотчас преподал ему таинство. И с ним всему дому его, а после духовного очищения и духовной трапезы принял и трапезу телесную. Но для чего Бог поколебал темницу? Он хотел возбудить в темничном страже внимание к происходившему, разрешил чувственные узы связанных, чтобы разрешить духовные узы темничного стража. Наоборот, сделал Христос. Когда пришел к Нему человек расслабленный, страдавший двояким расслаблением, греховным и телесным, тогда Он наперед разрешил его от расслабления греховного, сказав, чадо, отпускаются тебе грехи твои. Марка 2.5 А потом, когда некоторые сомневались, богохульствовали и говорили, никто не может оставлять грехи, кроме Бога одного. Он желая показать им, что Он есть истинный Бог, желая судить их собственными словами, чтобы можно было сказать, устами твоими судить буду тебя. Говорит, ты сказал, что никто не может отпускать грехи, кроме одного Бога. Вот я отпускаю грехи. Исповедуй же мое божество, осуждая тебя твоими же словами. Там сначала духовное разрешение, а потом чувственное. А здесь наоборот. Разрешены сначала чувственные узы, а потом духовные. Видишь ли, какова сила песнопений. Как сильна хвала, как сильна молитва. Сила молитвы всегда велика. Но если молитва соединяется с постом, то делает душу еще более сильную. Ныне у нас особенная чистота помыслов. Ныне возбуждается ум, и душа созерцает все горнее. Потому Писание соединяет всегда молитву с постом. Как и когда. Не лишайте, не удаляйтесь, говорит, друг от друга. Только по согласию на время для поста и молитвы, для упражнения. И в другом месте. Сей род изгоняется только постом и молитвою. И еще в другом месте. Постясь и молясь возложили на них руки. 587. Видишь ли, как молитва везде соединяется с постом. Тогда наша лира издает приятнейшую и самую лучшую мелодию. Потому что струны ее бывают невялы. Не ослаблены излишеством, невоздержание. Но рассудок тверд. Ум жив, душа бодра. Так должно приближаться к Богу и беседовать с Ним наедине. Если мы намереваясь сказать что-нибудь нужное своим друзьям, отводим их в уединенное место и тогда говорим с ними, то тем более мы должны так поступать в отношении к Богу. То есть входить в эту сокровищницу совершенной тишиною. И тогда, конечно, получим все, чего только будем просить полезного. Молитва – великое благо, когда она совершается с благодарным и бодрым расположением Духа. Когда же Дух бывает благодарным? Когда мы приучаем себя благодарить Бога, не только получая просимое, но и не получая. Бог иногда дает, а иногда не дает. Но и то, и другое делает с пользой. Так что хотя ты получаешь, хотя не получаешь, ты получаешь и через то самое, что не получаешь. Хотя ты достигаешь желаемого. Хотя не достигаешь, ты достигаешь и через то самое, что не достигаешь. Не получить просимого часто бывает полезнее, нежели получить. Если бы для нас часто не было полезно не получать просимого, то Бог, конечно, всегда давал бы. А не получать с пользой, значит достигать просимого. Вот почему Он часто медлит исполнять наше прошение, не желая мучить нас медленностью, но отсрочкой удара, научая постоянной внимательности. Так как мы часто, получив просимое, после получения ослабляем усердие в молитвах, то Он, желая усилить нашу ревность в молениях, откладывает дар. Так поступают и чадолюбивые родители, детей ленивых и предающихся детским играм. Они часто обещанием большего подарка удерживают при себе, и потому иногда откладывают дар, а иногда и вовсе не дают его. Бывает и то, что мы просим себе чего-нибудь вредного. Но Бог, лучше нас, зная полезное для нас, не удовлетворяет нашим молитвам, устрояя полезное для нас и без нашего ведома. Впрочем, удивительно ли, что мы бываем неуслышаны, когда тоже бывает и с Павлом. Бывало. И он часто не получал просимого, но не только не скорбел, а еще благодарил Бога. Потому, говорит он, я трижды просил Господа. Слово «трижды» означает «часто». Если же Павел часто не получал просимого, то тем более мы должны быть терпеливыми. Но посмотрим, какой он, часто не получая просимого, имел расположение духа при неполучении. Он не только не скорбел, но еще хвалился тем, что не получал. Так сказав, о семья трижды молил Господа, и он сказал мне, довольна для тебя благодать, и мои, бо сила моя совершается в немощи. Он прибавляет. Потому лучше буду хвалиться немощами моими. Видишь ли благоразумие раба Божия? 2 Коринфянам 12, 9. Он просил избавления от немощи, и Бог не послушал его. Но Павел не только не скорбел, а еще хвалился при своей немощи. Так и мы будем настраивать свои души. Даст ли Бог или не даст просимого, за то и другое будем благодарить его, потому что в том и другом случае он делает полезное для нас. Если в его власти дать, то в его власти же. И то, когда дать, что дать или не дать. Ты сам не знаешь полезного, для тебя так хорошо, как знает он. Ты часто просишь бесполезного и вредного. Но он более заботясь о твоем спасении, смотрит не на прошение, но прежде того, всегда на пользу для тебя. Если плотские родители не все дают просящим детям, не потому, чтобы не обращали на их внимание, но потому, что весьма заботятся о них, то тем более Бог и больше любящий, и больше всех знающий полезное поступает таким образом. Будем же непрестанно упражняться в молитвах не только днем, но и ночью. Послушай, что говорит сам пророк. В полность вставал словословить тебя за все суды и правды твоей. Псалом 118,62 Царь, имевший столько забот, управлявший племенами, городами и народами, устроявший мир, ведший войн и видевший перед собой всегда бесчисленное множество дел, и не имевший нисколько отдыха, упражнялся в молитвах не только днем, но и ночью. Если же царь, живший в таком довольстве, имевший столько забот, окруженный столь многими делами, не успокаивался даже ночью, но постоянно совершал молитвы усердней монахов, живущих в городах, то скажи мне, какое прощение получим мы, которые живем в полном спокойствии, ведем частую и недеятельную жизнь, и между тем не только целые ночи проводим во сне, но и во время дня не совершаем установленных молитв с надлежащим бдением. Молитва великое оружие. Молитва великое украшение, ограждение и пристань, сокровище благ и нерасхищаемое богатство. Когда мы нуждаемся в людях, то бывает нужно и тратить деньги, употреблять рабскую лесть и много хлопот и усилий. Часто бывает, что нельзя обращаться к самым господам за получение милости и даже беседовать с ними. Но наперед служители и домоправители-надзиратели нужно расположить к себе и деньгами, и словами, и всякими способами, чтобы потом через них получить просимое. Но у бога не так. Напротив, он не столько по ходатайству других, сколько по просьбе нас самих склоняется на милость. Здесь и получающий, и не получающий может получать на пользу. А от людей, в том и другом случае, мы часто получаем вред. Итак, если обращающиеся к богу получают большую пользу и с большей легкостью, то не будем оставлять молитвы. Бог тогда особенно примирится с тобою, тогда особенно подаст тебе, чего ты просишь, когда ты будешь просить сам собою. Когда представишь чистую душу, бодрый ум, и будешь молиться нерассеянно, как делают многие, у которых часто язык произносит слова молитва, а душа блуждает по домам, площадям и дорогам. Все это козни дьявола. Он знает, что в это время мы можем получить прощение грехов, и потому желая заградить нам пристань молитвы, в это время нападает на нас, отвлекая наши мысли от произносимых слов, так что мы отходим больше со вредом, нежели с пользой. Знай, этот человек, когда ты приступаешь к богу, размысли, кому ты приступаешь, и для тебя достаточным будет побуждением к внимательности и достоверности того, кто готов даровать тебе благодать. Воззри на небо и размысли, к кому ты обращаешь свою речь. Если всякий, хотя бы самый беспечный, вступая в разговор с человеком, несколько возвысившимся почестями человеческими, непременно отправляет себя и побуждает душу свою быть бодрою, то тем более, когда мы размыслим, что мы беседуем с владыкою ангелов, получим отсюда для себя достаточное побуждение к внимательности. Если нужно предложить и другой способ, которым мы можем избежать рассеянности, то я скажу вот что. Мы часто по окончанию молитвы отходим, не слышав ничего из того, что говорили. Заметив это, мы тотчас снова повторим ее. Если случится опять то же самое, то повторим в третий, четвертый раз и не прежде перестанем молиться, пока произнесем всю молитву со вниманием. Когда дьявол увидит, что мы не прежде перестаем, пока произнесем молитву с усердием и вниманием, то он наконец оставит свои козни, видя, что его козни только заставляют нас часто повторять ту же молитву. Много ран, возлюбленные, мы получаем каждый день от домашних и от чужих на торжеще и дома, от общественных и частных дел, от соседей и друзей. Ко всем этим ранам мы прилагаем врачевство во время молитвы. Бог имеет силы, если мы с бодрой мыслью, пламенной душой и чистой совестью приступаем к Нему и просим прощения, даровать нам отпущение всех грехов, которого досподобимся с темы благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok